Итак, мы начинаем обзор рюкзака, который мне выдал Скотт 4 года назад. После пандемии можете посмотреть старые видео, когда я записывал обзор паков по выживанию. Сейчас мы посмотрим, что с ним произошло. Предыстория. Я путешествую, и эксплуатация идет усиленная, реально. И снимаю видео еще постоянно, снимаю блог. Так что краш-тест максимальный. Могу сказать себя, что Докайн один из моих любимых брендов еще с детства. Одни самые крутые и прочные рюкзаки, с тех, которые у меня были. У меня за свою жизнь, наверное, и было рюкзака 4 разной модели. Так, приступим. Модель не знаю, как называется. Просто вот скейтовая, стритовая, темного цвета. Немножко пошарпанная. И я выбираю первое, это чтобы были такие вот застежки. И не только для скейта. Скейт, на самом деле, редко в нем таскаю. Больше там что-нибудь зацепить на него. Там куртку, балахон в жаркую погоду. Выбираю первое это. Далее мы идем... Вот этот отсек, я его использую больше как аптечку. У меня больше, ну, вот, типа, налокотник, аптечка. И также, ну, зарядник. Что у нас имеется? Здесь мелкие отсеки для разных ништяков, типа стикеры. Что-то у нас еще имеется. Влажные салфетки. В общем, еще хотел сказать, что сам материал непромокаем. То есть, еще под вот этой мембраной непромокаемый слой. И это очень важно, когда ты живешь на улице, как я. И единственное, где промокает, это вот здесь вот тканевая часть. И вот с нее идет влага. И у меня вот паспорт здесь хранился, ну, когда я жил на улице. И вот эта часть только намокала. А так рюкзак непромокаемый, сделан из крутого материала, что не может не радовать. Итак, мы продолжаем дикую подлечку. Единственный вот минус дакайнов новых – это боковые карманы, сделанные из такой мембраны, полумембрана, полуканвас, да, толстый. И вот это вот самое слабое место, оно протирается достаточно. Ну, вот 4 года прошло, в целом держится, но я немножко подшивал. Оно такое, ну, как бы, оно облегченное, но и слабоватенькое. То есть, на левую сторону я одеваю рюкзак, и здесь уже немножко порвано. Вот это вот единственное слабое место. Старые дакайны, у них была, она более плотная, и такого нюанса не было. Либо делали вот, есть еще и дакайны, когда здесь наполовину. Плотный материал, и сверху вот немножко на расширении. Гоним далее. Это дно. Немножко у меня протерлось за время эксплуатации, потому что по земле, по бетону, по асфальту это все шоркается, и ты постоянно это шоркаешь, и в целом держит. Вот. Дальше внутренняя часть немножко уплотненная, чтобы держал корсет. И также вот с другой стороны там отсек для ноутбука. Я вот выбираю именно такую модель, чтобы были две лямки соединены. Он более распределяет нагрузку, и также есть ручка, чтобы ты носил сверху, и было удобно, чтобы не сверху была ручка, а вот именно с лямок она шла. Но один раз, когда, короче, я убегал со спота, меня поймали именно за эту ручку. Но это такие уже микро-нюансы. Просто меня схватили за эту ручку, я уже не смог вырвать свой рюкзак, и меня, короче, поймали. А в целом, клево, да. И здесь еще вот этот шов, я его немножко прошивал, потому что я надеваю рюкзак на левую сторону, и она у меня подпротерлась. Но все еще в целом работает. И здесь одна застежка, которая регулируется и слева, и с правой стороны ты можешь выбрать, где тебе удобнее ее застегивать. Еще работает. На разных моделях Докайн бывает и нижняя застежка. Нижняя застежка, на самом деле, нужна для жестких походников. У меня был рюкзак с нижней застежкой, ну и с верхней. В целом только верхняя нужна, а нижняя только больше мешает и цепляет. Я ее постоянно, ну, подматывал к лямкам. Итак, мы приходим теперь к внутренней части. А, немножко еще понаружнее. Вот здесь два отсека. Я в основном здесь храню тряпочку для объективов и такой вот микропак. Там скейтовый подшипник, скейт-тул, что-нибудь такое. Ну и стикеры. И второй пак. Кстати, они из разного материала сделаны. Здесь более непромокаемый, который ближе к лямкам. Здесь уже такой тканевый. Так что вот этот больше промокает. Все, мы переходим к внутренней части. Лекция дикая, осталось немного. Внутренняя часть, в целом, ничего особенного. Вот есть отдел для ноутбука. И он достаточно удобный. Я вот перевозил ноутбук 17 дюймов. Было удобно. То есть, сам рюкзак на 26 литров. У меня помещался ноутбук и две камеры. Так что, в целом, с такого вот материала выполнен. Спустя 4 года, вот, чуть-чуть, вот, одна вот имеется, там, протертость. А так, в целом, вот эта часть непромокаемая. И вот этим реально нравится дакан, что моменты детали работают. В принципе, тут все норм. Единственное, вот, замок еще начал вот немножко расходиться. Вот сейчас посмотрим, получится его закрыть с первой или нет. Оп, не получилось. И, короче, да, вот, немножко приходится подгазовывать его. Жампер угорает, этот аккорд. Но, реально, эксплуатация была очень жестокая. Так что, прощается. И вот, слотанный пацан. Она почти, почти закрылась. Короче, а с этой стороны замок уже давно не работает. Как угодно. Как угодно. Жампер вообще угорает жестко. Так что, да, вот, работает только часть замка. Я не знаю, пацан. Мне сейчас придется напрячься, чтобы он закрылся. Как-то же мне надо его закрыть. Эксплуатация была дикая. И замок уже не вывозит. Вот, ну, я считаю, что 4 года прям жесточайшей эксплуатации это круто. У вас он, скорее всего, у обычных людей он продержится лет 6-8. Потому что вы так не эксплуатируете в жесточайших условиях. Так что, в целом, реально, рюкзаки Докайн крутые. И можно их покупать. Ну, этот реально был крут. И я не знаю, в скольких городах и странах он побывал. Но, наверное, в странах 6-8 где-то так он побывал за это время. И там городов, наверное, и 20 посетил. И дофига чего перевез, перенес. Так что, реально, был верным другом. Увидимся с новым рюкзаком. И пацан уже будет тогда более помятый. Пока он еще более-менее свежий. Субтитры сделал DimaTorzok